Эфир телеканала ОТС продолжает программа. Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Ждет пожизненный срок. Убийц Ирины Синельниковой начнут судить в ближайшее время. Еще минус один. Заброшенный Баракина Серафимовича уничтожает огонь. ГЭС Штормила. Силовики провели масштабные учения на режимном объекте. В Новосибирске продолжают искать 36-летнюю Наталью Устинову. Женщина еще 6 сентября поехала покупать автомобиль, имея при себе крупную сумму денег. И больше ее никто не видел. Следователи предположили самое страшное и уже возбудили уголовное дело по статье убийства. Другая очень похожая история уже близится к финалу. Бизнес-леди из Бердска Ирина Синельникова долгое время занималась продажей подержанных машин. Но очередная, казалось бы, рядовая сделка стала для нее последней. Комитет уже закончил работу над делом и в ближайшее время его начнут рассматривать в суде. Правда, на территории Кемеровской области. Почему, расскажет Анна Скок. Ирину Синельникову начали искать в пятницу, 11 января, буквально через пару часов после исчезновения. Оставив дома спящих детей, женщина поехала к потенциальным покупателям показывать машину. По непонятной причине она согласилась на встречу в городе, а не на оборудованной площадке возле дома. И после этого мобильный перекупщица замолчал. Никогда никуда не ездила. Бабуля то же самое говорит, почему она поехала. Всегда дома. У меня дома камера стоит. Всегда под камерой дома машина показывала. Учитывая обстоятельства исчезновения женщины, сотрудники полиции сразу же предположили криминальный характер ее исчезновения. И уже, соответственно, стали работать, имея в виду то, что в отношении женщины может быть совершено преступление. Масштабные поиски вели не только полицейские, но и добровольцы. Фото пропавшей ее машины размещали в новосибирских соцсетях, но черный Peugeot и его хозяйка будто испарились. Зато такой автомобиль нашли в Кемерове. Новый хозяин машины рассказал. Об Ирине Синельниковой он слышит впервые, а иномарку всего за 155 тысяч купил у двоих мужчин из Берска. Продавцами оказались водитель Яндекс.Такси Дмитрий Фурсов и безработный Станислав Белоусов. Как только мужчин задержали, они начали наперевод давать показания, так что следователи легко восстановили картину рокового дня. В декабре 2018 года злоумышленники с целью завладеть транспортными средствами договорились совершать нападение на владельцев автомобилей. 11 ноября текущего года, неное время, под предлогом покупки автомобиля, обвиняемые встретились в городе Бердске с потерпевшей. На встречу она приехала с документами одна. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, сама села на переднее пассажирское сидение. С целью проверки ходовых качеств автомобиля выехали за пределы города Бердска и задушили женщину. Тело потерпевшей оставили вблизи искусственного водоема у реки Исток в Кемеровской области. У потерпевшей забрали два кольца, сотовый телефон, серьги, а документы, паспорт и водительское удостоверение сожгли в костре. Жертву нашли именно там, где указали предполагаемые убийцы, вблизи горнолыжного комплекса Танай в пяти километрах от шоссе. Если бы не показания обвиняемых, тело бы обнаружили только весной. Для обоих злоумышленников циничное нападение на бизнес-леди стало криминальным дебютом. Они написали явки с повинной и на все же пытались переложить ответственность друг на друга. Я виновен, но не совершал убийство. Но обвинения обоим фигурантам предъявили одинаковые. Злоумышленников будут судить за убийство, разбойное нападение и ищение документов. Их могут лишить свободы до конца жизни. Дело будут рассматривать в Кемеровской области, на территории того региона, где нашли тело погибшей. А на сколько Алексей Зубила экстренный вызов. А сейчас, внимание, розыск. В конце августа днем в магазине «Табак», расположенном на улице Титова, покупатель набросился на продавца. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую по голове молотком, после сбежал. Нападавший похож на этого прохожего. Его по фотографии уже опознала раненая женщина. Сама она до сих пор в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. С чем связана агрессия покупателя, потерпевшая не знает. Подозреваемого пока не нашли. Если вы можете помочь следствию, позвоните по телефону, указанному на экране, или наберите единый номер экстренных служб 112. К другим темам. Сегодня днем. Ленинский район заволокло едким дымом. Загорелся расселенный барак. Жители третьего переулка Серафимовича уверены, если это неумышленный поджог, то наверняка детская шалость с огнем. Деревянное двухэтажное здание выделялось на фоне новостроек и словно магнитом притягивало к себе бомжей и местную детвору. Звуки взрывающегося шифера и бьющегося стекла, вой сирены, четкая команда к действию, приступить к тушению, посмотреть на пожар сбежался едва ли не весь двор. Кто-то просто из любопытства, другие с ностальгией смотрели, как пламя уничтожает старую двухэтажку. Вон моя комната. Я четырех детей здесь родила. И все отсюда пошли в школу, в 109-ю. Ничего так себе. Глаза застилает пыли на слез, в горле комок. Трудно дышать, но люди продолжают подходить к месту ЧП. Хотя здесь, в переулках Серафимовича, подобное происходит не впервые. Когда-то в местных коммуналках-бараках жили под сотню семей. Но постепенно или вот так стремительно ретро-постройки исчезают с карты района. Рядом с полыхающим 12-м еще держится наполовину расселенный 14-й дом. Его жильцы опасаются схожей участи. Бомжи ходят, лишних привлекают. Детей, дети ходят, играют. Территория не огорожена, я считаю, что это неправильно. Огонь полностью охватил кровлю и второй этаж старого здания на площади 170 квадратов. Несколько пожарных расчетов боролись с пламенем. И буквально через 40 минут доложили о локализации. А еще спустя некоторое время и ликвидации ЧП. Хотя пролив конструкции шел до самого вечера. Елена Лыкова, Анна Скокутера-Старасов. Экстренный вызов. Мужчина пропал из перевернувшейся лодки. ЧП произошло минувшей ночью в Сузунском районе. Двое пострадавших смогли добраться до берега, третий нет. К поиску рыбака уже подключились сотрудники МЧС, представители полиции и волонтеры-добровольцы. Плавсредство перевернулось на участке Аби между селом Мереть и поселком Лесниковским. Спасатели и полицейские уже обследовали акваторию и береговую линию места происшествия. Однако пока результатов нет. И последняя атака с разных направлений. Сегодня на Абгесе работал спецназ. Гремели взрывы и раздавались автоматные очереди. К счастью, о реальных боевых действиях речи не идет. Это была всего лишь тренировка. Силовики провели антитеррористические учения на стратегически важном объекте. На этот раз целью атаки условных террористов стал судоходный шлюз Новосибирской АГС. Причем в ходе учений под кодовым названием «Шторм» был отработан один из самых худших сценариев развития событий. По легенде, группа злоумышленников внезапно проникла на объект, захватила центр шлюзования и проходящий катер с пассажирами на борту. В плену у злодеев оказались заложники. В спецоперации по освобождению гидроузла принимали участие представители разных силовых ведомств и экстренных служб. ФСБ, полиция, Росгвардия, МЧС, муниципальные и областные власти. Им необходимо было действовать быстро и слаженно. Решением руководителя оперативного штаба в действие введен режим контртеррористической операции. Выполнение боевой задачи по совершенствованию взаимодействия оперативных и экстренных служб при совершении террористического акта на критически важном объекте осуществлялось всеми участниками учений в режиме реального времени. Всю прилегающую к шлюзу территорию оцепили. На воде катера со спецназом на борту вели патрулирование и поиск противника. Силовикам удалось обнаружить лодку с боевиками, которые шли на помощь к подельникам. Вражеское плавсредство взяли на абордаж. Основную группу террористов, которая удерживала судоходный шлюз и захваченное судно, также оперативно обезвредили. В ходе операции поработать пришлось и бойцам спецназа, и их напарникам. После окончания силовой фазы за дело принялись спасатели. Им пришлось решать весьма непростую задачу по эвакуации пострадавших. С учетом специфики объекта в ход пошли различные спецсредства, в том числе и альпинистское снаряжение. В итоге в ходе учений все службы отработали без сбоев. Ну а новосибирские речники убедились, что их сооружения находятся под надежной охраной. Проверялась слаженность защиты новосибирского шлюза, проводились аварийно-спасательные работы, эвакуации, другие неотложные мероприятия. Мы приобрели определенный опыт по совместным действиям, которые пригодятся в дальнейшей нашей работе. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. А с вами была Мария Никитина. Берегите себя и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. ОТС